Привет, подтянув кубики, все туда вставленные. Сейчас пройду, посчитаю, там все 12. Кардиосиловые растяжка, комплекс упражнений длиною в час. На полянке не больше 15 спортсменок-любителей. С ковриком, водой, гирями и силой воли, который приходится заново воспитывать после трехмесячного перерыва. Прямо туда и держим. Молодцы. Еще. Четыре. Три. Три. Два. Один. Молодцы. Снимаем резиночку, пьем водичку, отдыхаем. Все упражнения под чутким руководством опытного тренера Натальи. Пока подопечные отдыхают, восстанавливают дыхание, наставник рассказала, почему уличный спорт подходит всем. Я изначально упражнения, которые сложные, скажем так, я говорю, если есть какие-то проблемы с вегетососудистой дистонией, с опорно-двигательным аппаратом. Говорю, какие нагрузки можно делать, какие нет. Что-то исключаем, какие-то подъемы головы, резкие повороты спины. Это исключаем, оставляем только необходимую нагрузку и поэтому подойдет для всех. Столько сил есть? Шейка болит? Нет. Пока поднимаем. Заниматься дома лень. Да и холодильник отвлекает, признаются девушки. А здесь под лучами солнца лень как рукой снимает. Здорово, что на природе и дистанция соблюдена. Единение с природой, фитнес, худеем, все, что накопили за период самоизоляции, скидываем. Тренировки под открытым небом стали настоящим подарком для барнаульцев. В том числе и для меня. Я здесь же второй раз. Точно приду еще, хотя приводить себе форму после трехмесячного перерыва довольно сложно. Очень тяжело. Все болит. Руки болят, мышцы напрягаются. Тяжело. Бесплатные тренировки в парке – это лишь часть возрождения Изумрудного. Делится его руководство. В ближайшее время оздоровительными возможностями парка можно будет пользоваться на полную мощность. Это велобеговая дорожка. Она будет примерно такой ширины, где будут и возможности ездить для велосипедистов, где будут бегать бегуны, ходить люди по скандинавской ходьбе, ну и просто прогуливаться люди, мамочки с колясками. К обустройству велодорожек обещают приступить уже в августе. Ну а пока просто приходите в парк, дышите свежим воздухом и не забудьте захватить коврик и воду. Тренировки под открытым небом проходят дважды в день в 11 утра и в 8 вечера. Валентина Аскерова, Илья Халяпин. День с толком.